В Крыму синхронно проводят политические репрессии. Трех фигурантов дела 26 февраля судят в Симферополе. Али Асанова и Мустафу Дейгарменджи обвиняют в участии в массовых беспорядках, а заместителя председателя Межли Сахтема Чигоза обвиняют в организации этих беспорядков. Им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. Арест Али Асанова продлится до 19 февраля. В постановлении суда говорится, на свободе он якобы может бежать с полуострова и давить на других участников процесса. Суть не принял во внимание, что у Асанова есть 4 малолетних ребенка и отец инвалид. Мустафа Дейгарменджи тоже остается под арестом до 19 февраля. Ахтема Чигоза оставят под стражей до 29 января. Что именно, какие следственные действия будут делаться в течение трех месяцев, мне абсолютно непонятно, потому что он уже ознакомился с материалами дела, что конкретно можно делать еще в три месяца. Я не знаю, чем это мотивировано будет судом, что это там будет написано. Остается лишь только догадываться. На данный момент мы ознакомимся с материалами дела, то есть защита. В связи с этим, как я полагаю, и был продлен срок. Однако, как и в предыдущих заседаниях, защита об этом говорила, все-таки не представлены какие-то фактические доказательства того, что он может каким-то образом повлиять на свидетелей и на следствие. Тем более, все свидетели уже допрошены, все материалы собраны, и, собственно, фактически следствие окончено. Какого-то правового разрешения этого вопроса мы не ожидаем. Ссылка на правовые нормы тоже неуместна, я думаю. Я просто, мое личное мнение как человек, я думаю, что просто не принято решение политическое, что делать с Мустафуэдой Гермейджи, Али Асановым и Ахтемовичем. Именно поэтому идет вот такое проднение. Я лично думаю.